Ну что, любимые мои, всем здрасте! Андрюшка, Андрюшка, как правильно? Ну что, Роман Циньков, Андрей Кокорин, суббота, суббота, 10 утра, Андрюш, сегодня суббота? 10 утра, это значит, что будильник шоу в эфире, в эфире просыпайтесь, Андрей. Ну я не могу проснуться, я вообще никогда не просыпаюсь в утро. Что нужно, скажи мне, что нужно сделать, чтобы все те телезрители, которые смотрят нас именно в данный момент в 10 часов утра, что нужно сделать, чтобы вы все проснулись? Я знаю суперзарядку для всех, она работает вообще на всех людей, слушайте меня внимательно, вот представьте, вы спите у себя дома, кроватка, тепло, тишина, тепло, вам вставать не хочется, никуда не вставим, нет, все, мы не вставим никуда. Но вставать нужно, а вы не хотите, а вставать нужно, и начинаем делать зарядку, которая называется... Какую зарядку? Утренняя зарядка, какая? Давай. Деньги. 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 Вы начинаете искать деньги. Деньги, деньги, деньги. Где деньги? Деньги, просто пальчиками, где-то в темноте, шарим, шарим, где-то в темноте, ищем деньги, и вот вы чувствуете, они где-то рядом с вами, примагничиваете к себе деньги. Щупаете, рубли выбрасываем, два рубля, пятерки все выбрасываем, крупные, крупные, сотки, соточки еще можно, пятисотки тысячные, вот их много уже, пятитысячные вокруг вас летают, и пальцами щупаем все, и к себе, к себе по карманам. Пихаем по карманам, берем у других, пихаем сундук, пихаем в чемодан, собираемся и уезжаем на курорт, в Турцию, на Канаре, куда угодно. Видите, как заряжат, возбуждают деньги нас. Ну стой, я думаю, что все возбудились, все возбудились от того, что уже у каждого не в карманах, потому что просыпаясь утром рано, карманов нет, потому что все люди спят, кто-то обнажен, кто-то... Ну не говоришь про меня такие тайны, ну да, я обнажен, я даже не знаю, вот я, а, сейчас в одежде все нормально, я просто сейчас просой, не мог прийти голый в эту студию. С добрым, с добрым утром, это будильник-шоу на юмор-боксе, Андрей Кокорин и Роман Синьков, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, с добрым утром, с добрым утром, друзья, ну что, а мы продолжаем, мы продолжаем и начинаем, внимание, внимание, говорит юмор-бокс, будильник-шоу, друзья, наша первая новость. Очень, очень важные новости, серьезные, глобальные новости, сосредоточьтесь. Внимание, потерявший чайник медик вызвал полицию, раз, два, три, четыре, пять, эти пять слов, а сколько в них эмоций, сколько в них глубины. Глубины. Итак, я хочу раскрыть эту новость, после чего ты расскажешь, возможно ли это в жизни. Итак, медицинский работник заявил инспекторам, что неизвестные лисы похитили у него чайник, однако в ходе осмотра рабочего кабинета заявителя пропажа была обнаружена в шкафу. Вот так, понимаешь, то есть медик, медик вызвал полицию, сказав о том, что где же мой чайник, куда он пропал, Андрюш. Я знаю, я знаю врачей, я знаю медицину, я каждый день хожу в больницы, я люблю этих людей, я их хорошо понимаю. Скажи мне, пожалуйста, у какого врача, у какого врача ты был в последний раз? Я был у того врача, который делает приятно. Который делает приятно? Приятно. А какие врачи делают приятно? Давай-ка их перечислим просто по пальцам. Стоматолог. Стоматолог. Уролог. Носоглотник. Который режет что? Хирург. Ну ладно, расскажи, почему такая истерика в соцсетях произошла от того, что медик потерял чайник, потерял чайник и вызвал полицию. Я сам практически врач, я знаю, что медики постоянно что-то теряют, в первую очередь теряют чайники, прямо на работе, понимаешь? И ты понимаешь, что в любой момент чайник может пропасть. Вот представь, врач какой-нибудь, да, какой-нибудь, опять же, проктолог, да, вот хирург, вот он режет, да, на хирургическом столе, режет человека, вырезает уже печень. И тут он говорит, ребята, чайник, где чайник? Где чайник, ребят? Тихо, тихо, никуда не ходи, я побежал за чайником. Фу, чайник. Фу, то есть вот так вот все происходило. Ну, алистоматолог там, допустим, сверлит зуб, а где чайник, а где кружки, а, а, и так далее, и так далее, они все время что-нибудь теряют. То есть вот так все происходит? А полиция, когда приезжает полиция, и что? Ну, вот с полицией еще сложнее, потому что им регулярно кто-то звонит, им звонят постоянные медики, представьте, колециты, и говорят, здравствуйте, я врач такой-то, у меня опять пропал чайник. И так у них регулярно что-то, звонки такие, пропадают самые мелкие вещи, кружка, ложка, здравствуйте, у меня пропали тараканы, алё, здравствуйте, у меня пропал дедушка, мой самый любимый дедушка, 38-й, который по счету. Скажи, хорошо, а что нужно, что нужно пожелать медикам, которые смотрят именно нас сейчас на юмор-боксе, нашу с тобой развлекательную передачу Будильник Шоу, что нужно сказать медикам, чтобы они не теряли свои чайники, чтобы попросту не вызывали полицию, ну, зачем все это делать, что нужно им сказать, говори. Ну, во-первых, я хочу сказать, друзья, не будьте чайниками. Не будьте чайниками, поэтому что, если ты не чайник, тогда лечись у хороших врачей. Это юмор-бокс Будильник Шоу. Друзья, следующая новость, следующая новость уже врывается из моих нежных губ, можно сказать, из моих нежных губ. Она из уст в уста, из уст в уста. Андрюшка, уважаемые наши телезрители, все те, кто любит наш юмор и смотрит нас каждое утро в 10 часов утра на юмор-боксе, следующая новость пришла из Омска. Я знаю, я знаю. Итак, внимание, Амич ворвался с ножом в магазин, чтобы украсть пачку семечек за 14 рублей. Пачка семечек за 14 рублей? Ну, конечно, конечно. По данным прокуратуры, мужчина свою вину признал и заявил, что на этот поступок его сподвигнуло желание отомстить. Друзья мои, и сегодня в эфире будильник шоу на юмор-боксе у нас присутствует замечательный эксперт, аналитик, ученый, семечковед, семечковед, семечко-чел Андрей Кокорин, который сегодня нам расскажет, расскажет, сколько видов семечек бывает, с чем нужно семечки кушать и сколько дают за семечки. Ты представляешь этих экспертов, которые в семечках у нас разбираются в стране? Не представляю. Они разговаривают только вот так, братич. То есть вот так вот все? Семечки это душа, понимаешь? Давай спрашивай у меня, что ты хотел узнать о семечках? Я тебе скажу так. Во-первых, семечки будут разного вида. Так. Сырые. Сырые. В кулечке. В кулечке. В упаковке. Соленые, жареные, жареные, соленые, сырые, жареные. И тыквенные. Я, чтобы вы меня услышали, а сколько дают? Сколько дают за кражу семечки? Семечки дают разный срок, понимаешь? Какие? За простые сырые год один. Ну? За тыквенные десятку дают. Десятку дают? Это великая вообще грех вообще, грех украть тыквенные. Но ты понимаешь, что можно сделать бабла на это. Вот он за сколько купил? За 14 рублей. За 14 рублей купил семечки в Омске, конечно. Он не купил, он своровал их. Да, он своровал и мог продать их за 16. За 16? Такой набор бешеный вообще, такой бизнес можно поднять. Ну, я вообще закончил институт семечковедения. Семечковедения? Семечковедения. То есть вы профессор по семечкам? Да, у нас у гопников свой институт, и мы все по семечкам знаем. Мы разработали новый вид, значит, людей, семечковедов, семечкоедов. И мы считаем, что скоро будет гопническая цивилизация у нас, понимаете? Ага. В нашей стране. И мы там решили, что у нас все будет на семечках, понимаете? Индустрия, сельскохозяйство, строительство, все будет на семечках. Ракеты будут в виде семечек. Сел в скорлупу и полетел в космос. Вот так оно все будет у нас. И деньги из семечек. Деньги из семечек. И женщины надувные из семечки. Надувные из семечки. Женщины запечканы семечками. Культура, семечка и культура ждет нас в будущем. А были ли случаи, которые сподвигли к чему? К чему? К женитьбе. К женитьбе? За семечками можно жениться. Подошел на улицу и девушка сказала, хочешь семена? Она сразу за тебя замуж. Но, кстати, опасно. Семечки как оружие, это очень опасно. Почему? Челка плюнул и убил человека. То есть были такие случаи? У нас такой случай был такой. Бабушка сидела на скамейке. А здрасте, клюнула и убила человека. Сразу убежала. Ну что, любимые, новости новостями. Ну а мы сегодня, именно сегодняшнего дня с Андреем придумали свой бэнд. Бэнд-бэнд. Как он будет называться? – Бенд Бенд Бойс! Бен Бенд Бойс! И мы сейчас начнем петь нашу песню Ноэйку, которую мы только что сочинили и начнем показывать вам буквально начало клипа. И так, я в нашем Бенд Бэйн Бойсе танцую, Андрей в нашем Бэд Бэйн Бойсе поет. Раз, два, шесть, сто пятьдесят. Поехали. Танцуем, танцуем, а мы с тобой танцуем, 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 только мы с тобой танцуем, танцуем, а мы с тобой танцуем, и никогда ни с кем не будем танцевать, кроме чем друг с другом. Ну что, пока мы продолжаем двигаться, продолжаем танцевать, а вы посмотрите клип, а мы тоже потанцуем. утра 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 и мы засыпаем снова и снова просыпать конечно каждое утро каждое утро в 10 часов утра включаем свой телевизор и видим веселых позитивных не умолкаем самых позитивных то есть нас то есть меня одного роман просто не помогает андрей кокорин и роман синьков это юмор бокс и мы продолжаем наш будильник шоу и следующая новость любимые мои встречайте в дании полиция запретила уличному музыканту исполнять известную песню потому что он это делал очень плохо вот андрюшка ты когда поешь ту или иную песню как ты это делаешь вот спой любимую твою песню когда ты поешь делал анна и шива души да ну что ну я пою там и сразу врывается датская полиция ко мне датская полиция врача и петь этом в ванной здесь утопит но я считаю что в дании прямо все полицейские там музыканты профессионально они все закончили консерваторию конечно они должны на что к значит едут на своем автомобиле это же это же известная песня это же известная песня с дубинками они с такими скрипичными вот этим вот смычками смычка и если кто-то получит смычком по уху они убьют по голове осторожно неправильно играешь представляешь как они стоят слушать этого музыканта не та нота партия бубна вообще провалена но все же патрульные патрульные поговорили с музыкантом и отправили его домой с напутствием если ты можешь играть если ты можешь песню это совершенно не значит что тебе нужно это делать на улице знаешь когда мы едем и патрулируем ту или иную улицу а ты поешь плохо ты понимаешь хорошо что его отпустили а вообще они могли забрать его в тюрьму к себе и начать там пытать это знаешь как пытают в тюрьме вот эти вот музыканты и полицейские как мне покажи пожалуйста а что что они начинают включать или петь некрасиво включать музыку или петь не красиво давай как будто бы я тот самый музыкант который пел вот эту песню известную да а ты меня задержал приводишь значит в тюрьму в полицейский участок и пытай меня вот как давай музыканты приковали все говори дальше сейчас мы тебя будем пытать готов говорить нет нет вы будете меня электрошоком будете меня нет нет вы будете обиделить только не петь только не петь а а да и контрольный андрюшка андрюшка корин и я роман сняков ну что мы летим дальше потому что следующая новость она она животрепещущая животрепещущая конечно она интересна значит новость вот такого плана в кузбассе осудили мужчину укравшему тещи 4 миллиона чтобы она не переехала от него в сочи свой поступок киселёвец объяснил желанием воспрепятствовать переезду тещи из киселёвска в сочи именно за эти 4 миллиона эта замечательная женщина хотела купить квартиру в сочи но что прекрасные люди прекрасные люди тщательный взять но тщательная теща теща в первую очередь хороша тем что у нее есть 4 миллиона рублей это уже хороший так она продала свою квартиру в кемерово в кемеровской области чтобы уехать значит уже все взять взять прекраснейший человек не хочет отпускать ее в сочи он говорит оставайся со мной дорогая теща я тебя люблю живи со мной тещенька и она куда-либо вообще собирается когда-либо он все время чуть воруешь чтобы она никуда не ушла собирается она поехать там не знаю отдыхать на курорт а он у нее чемодан раз украл пошла на улицу зимой шубу у нее раз украла пошла в туалет он ее туалетную бумагу вот так он любит не отпускает не только себе вот на цепи и и держит вообще прекрасно человек а именно сейчас мы с тобой обсудили то что что нужно сделать чтобы теща не уехала а что бывает такое что наоборот бывает гораздо хуже говорит чтобы уезжай теща уезжай пожалуйста эти очень прошу эти готов платить 4 миллиона такой же трагическая ситуация я пойду вспомню я думаю что у каждого у каждого теща это замечательный человек на вес золота и теща нужно любить это первое теща нужно носить на руках это второе и теща нужно что правильно смоделируем ситуацию ты теща смотри вот ты теща мы смоделируем ситуацию как раз я взять и теща и мы пытаемся договориться тещенька дорогая моя сколько вам надо денег чтобы вы поехали в сочи что вам нужно что я должен для вас сделать я могу продать почки пожалуйста езжайте куда-нибудь другой город да друзья то есть вот так вот никому не хочу пожелать такую тещу ну и такого тоже хитрого зяка тоже никому не хочу пожелать там драндан там 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 ура дзин 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 друзья ну что наконец-то мы сегодня хотим мы хотим сегодня вручить этот будильник за прекраснейшие новости а именно одну новость которая приехала к нам из города санкт-петербурга новость именно андрей на тему музыканту запретили петь на улице поэтому игорь иванович селиткова уезжает наш будильник именно сейчас именно сейчас вот мы уберем и он и он полетел он полетел к вам в город санкт-петербурга хорошие новости друзья присылайте нам новости в соц сетях и мы будем читать и зачитаем прямо в прямом эфире а ваши новости ваши новости мы ждем в инстаграме конечно пишите на мусор вконтакте facebook пишите потому что наша передача будильник шоу зависит от ваших новостей которую мы обязательно выберем самую-самую-самую и зачитаем прочитаем здесь в студии канала юмор бокс в передаче будильник шоу андреем кокориным и мной роман синьком если ты хочешь чтобы в твоей жизни каждого утра был позитивным и веселым включая юмор бокс и смотри будильник шоу потому что каждое утро в 10 часов утра вы увидите вот этих замечательных интересов ли андрюшка кокорин и роман синьком это будильник шоу встретимся с вами в 10 утра завтра но а сейчас что мы улетаем в космос мульта козер а